Продолжение следует... Ба-да-янс-пробел, Е-ва-пробел. Вью-ко-ва-пробел, Мария-пробел. Дроз-до-ва-пробел, Я-ни-на-пробел. Кор-не-е-ва-пробел, Вик-то-ри-я-пробел. Нур-га-ли-е-ва-пробел, Ай-гуль-пробел. О-ну-чи-на-пробел, Мария-пробел. Пар-хо-мен-ко-пробел, Сергей-пробел. Ру-са-но-ва-пробел, Ан-на-пробел. Ба-ра-ин-це-пробел, Влад-пробел. Те-ре-щен-ко-пробел, Ксения-пробел. А-ну-фри-ен-ко-пробел, А-ли-на-пробел. Ну и я, Ольга Закова. Присаживайтесь, друзья. Да, как-то не получилось начать обсуждение, потому что накрыло, мне кажется, куполом текста, вот этим объемом. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас поделились своими ощущениями, потому что мне кажется, что это было супермногослойно, фактурно. Вот. И у нас есть Юрий. Да, я хотел, во-первых, сказать, что для меня это был полноценный спектакль. Вот. Это очень прекрасно, здорово. Вот. У меня есть вопрос по тексту, по моим впечатлениям. Для меня это был мемориал той трагедии или ее репрезентации, попытки ее воспроизвести, не воспроизвести, конечно же, а вот именно создать мемориал, причем звука, с помощью текста и нас. Здесь очень много было социальной географии в читке, как мне показалось, что очень уместно и удачно. Вот. Теперь о моих ощущениях. Текст, конечно же, придавил, часть с прочтением людей и так далее. Она кажется достаточно проста, понятна, но она прям очень хорошо действует, но при этом она была самой триггерной. Я заметил, что люди на нее реагировали. Но это, то есть, вот лично про меня я вдруг понял, что я абсолютно бесчувственное животное, потому что я абсолютно в какой-то момент перестал чувствовать что-то. То есть вообще отключается. Мне кажется, это тоже важная вещь, которая здесь работает, что когда-то вот огромный вот этот ком копится, и уже все, дальше он. Плюс мне трудно подключиться, хотя мне было 9 лет, когда это, я помню, по телевизору все это видел, но мне как бы трудно подключиться к такому, потому что кажется, что это было когда-то тогда. Неважно, это все обесценивающе, неважно. Главное, что я хочу сказать. У меня вопрос такой по части, которая как будто бы текст женщины из будущего, когда дома специально взрывают из такого антиутопического. У меня такой вопрос. это личное, то есть авторское, да? Да, потому что вот здесь возникает такой этичный вопрос, уместно ли здесь это помещать. Для меня это уместно было. Спасибо большое, текст был уместен. Вот мне неинтересно, как для других вот это размещение своего личного вот этого текста во всех достаточно документальных. Вот, так что спасибо вам большое. Идеально воспроизведено. Вот, спасибо. Да, дорогие зрители. Кто еще хочет высказаться? Артем. Спасибо большое за пьесу, за читку, за перформанс. Для меня это было действительно какое-то вот погружение. Я сначала относился, никак не относился, потому что все было завуалировано немножко загадочностью, игра со светом, все остальное. Сначала я сидел сбоку, не понимал вообще, что происходит, застал какой-то метроном. Потом действительно что-то такое мистическое началось. Потом начался какой-то шифр, начались какие-то, началось какое-то звучание. Потом постепенно я залез в папку, начал смотреть, потом это все повторялось, повторялось. Для меня это событие, скажу так, я какой-то, по-моему, 99-й год, мне тогда был один год, я этого помнить не могу. То есть, вот как предыдущий оратор, я не могу себя сопоставить, назвать себя даже ребенком, в жизни которого происходило это событие, но все равно в моей душе что-то откликнулось. В меня попадание было. Насчет последней части, которая написана, если честно, пока это не было сказано, до оси, пока не было сказано, что это художественное произведение, я думал, что, возможно, это какой-то исторический документ, возможно, это примерно из той же эпохи дневник какой-нибудь девочки или чего-то. Для меня это действительно попало как исторический документ. Я его воспринимал именно так. Спасибо. Спасибо большое. Юлия? У меня вопрос. Можно расскажите, пожалуйста, как это сделано, что там является документальным материалом, что художественным текстом? Как это все происходило, чтобы понимать, где там документы, а где нет документов? Там абсолютно все документальное. Там нет ни одной художественной части. То есть даже текст героини, это, собственно, мой текст, это автовербатин, который я записала на диктофон. В то время, когда это произошло? Нет, нет, нет. Я была тогда совсем маленькая, то есть тенденция была такая, мне приснился сон в марте, и в очередной раз мне приснился сон о взрывах в Москве, о этих домах и так далее. И я поняла, что с этим что-то нужно делать, потому что она меня преследует. И я начала исследовать, и постоянно я думала о своей маме, и я думала идти вообще в ту сторону, потому что моя мама всю мою жизнь рассказывала мне об этих взрывах, что она очень их боялась, что наш дом будет следующим и так далее. То есть здесь абсолютно все документально. То, что зашифровано, да, Морзе напевом, это куски из новостей. Из новостей того времени. То есть там нет ничего придуманного вообще. Поняла. Спасибо. Я тогда скажу про восприятие текста и восприятие отдельного спектакля, потому что мне кажется, что это было больше, чем читка. Это был, в общем-то, для меня какой-то уже готовый спектакль. Мне кажется, что очень важно, ну вот когда я смотрю такие, или читаю такие тексты, я восхищаюсь тем, что у нас есть такой инструмент, как театр, который помогает отрефлексировать какие-то важные события и трагедии, о которых ничего, в общем-то, что мы можем сказать о трагедии. Получается, что самое ценное, что мы можем, это сохранить некую память об погибших людях. И, собственно, все организации, которые, собственно, сохраняют эту память, они это и делают. Например, мы знаем «Яд вашим» в Израиле, который восстанавливает историю каждого погибшего. И мы знаем, что, ну, например, есть в Красноярском крае есть такой Алексей Бабий, который сохраняет, находит и сохраняет истории репрессированных крестьян, которые погибли от коллективизации в Красноярском крае. Я просто родом оттуда, моя родина. И историю погибших в ГУЛАГе людей тоже сохраняет. И, в общем-то, наверное, это самое ценное, это помнить про этих людей, чтобы они не были какой-то бессмысленной жертвой, что все-таки мы помним. И я думаю, а для чего? Потом я задаю себе вопрос, для чего нам это все помнить? Мне кажется, что происходит некая ревизия, инвентаризация мира за счет не только светлых моментов. Сейчас мы видим, как пропаганда нам говорит, типа, давайте помните о прошлом. Но при этом, когда нас призывают помнить о прошлом, нас почему-то принуждают помнить светлые моменты, какое-то есть в этом насилие. А вот память о жертвах войны, например, вроде как вообще они все жертвы как-то, но вот рассматривать, видеть эти лица, знать эти имена, эти истории, знать, например, как они погибли, что у них там был разорван мозг, аорта и так далее. Вот такие патологоанатомические подробности. Вроде как нам не нужны, мы хотим, чтобы победа была чистенькая, светленькая, прилизанная. И здесь тоже. Здесь, конечно же, не война. Ну, как бы тоже война, но на другом каком-то уровне. Не такая светлая. То есть это такая война, о которой все хотят забыть. Все эти теракты. Я прекрасно это помню. Я только переехала в Москву, и тут началось. Начались взрывы в метро, начались вот эти взрывы домов. Было очень страшно, честно говоря. Я там, как бы, чужой город, и тут все взрывают, и ты вообще боишься на работу ехать, утром в метро заходить. И так вот, вот эта инвентаризация мира за счет того, чтобы перетряхивать не только светлые, но и вообще вспоминать всех умерших, она необходима для того, чтобы этот мир был здоров, и как бы дальше продолжал жить, и чтобы наше общество не закисало в каком-то победобесии, а чтобы, в общем-то, какая-то справедливость, сохранялся этот принцип справедливости, принцип того, что мы, в общем-то, контролируем ситуацию. Мы помним погибших, мы помним про эти случаи, но, конечно же, мы идем дальше и так далее. Поэтому история важна. Вспоминаются, конечно же, пьеса Насти Букреевой про затопленный Крымск на одной из предыдущих любимых, кто же она была. Естественно, все эти воспоминания, они как будто бы близки к жанру такой некоторой какой-то панихиды гражданской и некоторой такой мессы. Поэтому появляются, переходя к спектаклю уже, появляются какие-то вот такие звуки, хор, свет такой приглушенный. То есть, в принципе, это некая такая служба, такая церковная, вот в память об этих погибших людях. И это такая традиция даже воспоминания, как еще можно по-другому. И продолжая говорить о спектакле, мне кажется, что очень интересный прием был предложен каждому зрителю вести себя так, как он хочет. В этом была для меня большая отрада, потому что я, например, не хотела разгадывать кроссворд. Ну и я не хотела, и я встала, и пошла, и прочитала эти тексты. То есть можно было перемещаться, можно было читать эти истории, а потом еще их и слушать. Вот, и мне было интересно, как прозвучит финальный вот этот текст автовербатим ваш, да, прекрасный. Вот. И еще один прием, который я отловила, это затрудненное восприятие. То есть вы как будто бы намеренно затрудняли нам восприятие для того, чтобы не проскочил автоматизм. Это для меня было круто. Ну, потому что, например, прочитывание этого текста с словами «пробел, пробел, пробел», да, дает нам возможность сбить этот автоматизм восприятия и дает возможность заново, заново новыми как будто глазами увидеть, новыми ушами услышать. И это, мне кажется, очень правильный прием. Но, конечно, другой там вопрос, что когда мы были отборщиками этих текстов, мне кажется, ридерам не нужно было затруднять это восприятие. То есть я как ридер получила текст, там написано «О, чтобы зайти, введите пароль». Я думаю, о, боже мой, вот делать мне нечего больше эти пароли выводить. То есть мне кажется, ну это ладно, организационный момент. А в принципе, вот этот прием остановки внимания, он очень ценен, потому что мы живем в как бы некой колее, и мы даже на уровне языка, мы как, например, писатели, как драматурги, мы как бы привыкаем пользоваться такими шаблонами, какими-то стертыми фразами. Наш язык замусоривается от упрощения. Язык упрощается, потому что мы в обычной жизни упрощаем, но художественный язык должен быть сложнее. И, собственно, художественное пространство, например, пространство спектакля, оно тоже должно быть сложнее. Оно должно избегать автоматизмов и вот этих каких-то клишей и так далее. Когда говорят, вот погибли эти люди, дома были взорваны, как будто бы мы все про это знаем, как зрители. И нам нужно, действительно, нас нужно немножко выбивать из этого автоматического знания тем, что что-то пропивается, что-то произносится на другом каком-то языке, глухонемых, что-то заново повторяется, что-то ты должен разгадать и тогда узнать, что-то ты должен прочесть глазами, что-то ты должен послушать. То есть, получается, из всех каналов тебе дают возможность выбрать твой ведущий, как бы канал восприятия, и при этом останавливают каждый раз тебя в этом процессе, чтобы ты чуть-чуть по-новому на это взглянул, освежил, собственно, вот эти свои рецепторы. И для меня это был очень интересный прием, и я большое удовольствие получила, и эта форма, и это содержание для меня срослись прямо в такое идеальное нечто. И спасибо большое. Спасибо. Да, секунду, Петр, подождите, тут опаменный вопрос. У меня просто в продолжении реплики Юли очень небольшой комментарий и, скорее, наверное, даже благодарность огромной драматургу в том плане, что если мы вспомним мебристадис, травмостазис, которые были основаны как раз на том, что люди, пережившие травматический опыт, не имеют языка для говорения, для проговаривания своего опыта, то здесь, как мне кажется, в чем огромная заслуга автора, в том, что нам преподнесено огромное количество разных языков для того, чтобы можно было говорить о таких травматических событиях. Язык звука, язык ритма, язык музыкальный, язык текстовый, язык документальный. И это... Ну, меня лично вызвало огромное восхищение, и большая благодарность вам за это. Спасибо. А пока передается микрофон, я хотела сказать, что меня очень порадовал пароль, потому что я думала, что это будет что-то про Гарри Поттер сначала. Это же заклинание. Так и есть. Это заклинание. Да, да, да. Это взрывное заклинание, да? Поэтому я и... Ордена Феникса, между прочим. Я прекрасно это понимаю. Поэтому была опция, да, без пароля. Дадите мне времени не меньше, чем Юлии. Ладно. Ладно, спасибо. Мне уже тогда было за 50. И я понял, что речь идет о доме на улице Гурьянова. А был еще один дом в 800 метрах от того института, где я тогда работал проректором. И это случилось одно за другим. И я приехал на работу, и перепуганная сотрудница рассказывала мне, как рано-рано утром она гладила выстиранные занавески, и как она упала. Я сейчас употреблю слово, наверное, неуместное, применительно к этой работе. Но я его употреблю. Я пережил наслаждение. Вот это слово наслаждение. Я понимаю, что оно неуместно. Но по-другому я сказать просто не могу. Вот. И вот... Что? От всего вот этого... Вот. Спасибо. Это действительно состоявшийся спектакль. И, может быть, это тоже будет какое-то слишком пафосное словосочетание. Это просто вот спектакль моей мечты. вот то, как было организовано пространство, то, как в этом пространстве существовали все, да? То, как это звучало. Вот начало очень подобное молитве, прекрасно отрепетированная музыка с прекрасными голосами, без единой помарочки. Чистенько-то, причистенько. Как? И читали-то, как хорошо. Я так жалел, что не был сам среди чтецов, потому что в день памяти жертв репрессий обязательно хожу на какую-нибудь площадь или улицу, чтобы прочесть. И вот эти тексты, которые были на столе, так хорошо помогали услышать то, что звучало. И то, что тоже очень вот трогательно было, когда иногда повторялось одно и то же. Было такое здорово придумано. Это как напоминание уже прозвучавшим. Вот не отпустили там к бабушке, внука, приехали и в ожидании прибавления семьи. Это вот но сделано-то с каким тактом это было, безнадрывно. Вот эта вот стилистика такого преподнесения текста вот просто идеальная. Без надрыва, без педалирования, безстрастность кажущаяся. Вот это тоже очень здорово. Ну и то, что согласен с Юлей, то, что была возможность нам перемещаться и оказаться вот тоже в этом пространстве среди всех, кто были заняты в этом представлении. Мы тоже как будто бы оказались заняты. И с морзой очень хорошо. Вы знаете, я догадался, что последняя часть текста написана была, ну, скажем так, постфактум. Для меня что было, я люблю это слово маркер, но я его скажу, маркером было упоминание Росгвардии. Я понял, ага, значит, это сейчас. Если вам важно, чтобы это было воспринято, прочитано, усвоено, оставляйте. если считаете возможным, там можно сделать милицию, но я бы все-таки понимая, поняв это и восприняв это, думаю, что лучше оставить вот так. Вот как для того, чтобы было понятно, если это будет, а я очень надеюсь, что это будет продолжаться, чтобы это оставалось. Вот. Я еще много чего могу сказать вам. Спасибо. Вот, но я вижу уже, я чувствую, не вижу, но чувствую реакцию ведущей, поэтому отдаю микрофон и вам просто восхищение всем. Какая же работа-то хорошая. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Юрий. Да, Юра Шахватов, фарр-директор фестиваля, режиссер. Я в удивительной для себя роли сейчас выступлю, просто я очень внимательно слежу за Олей и всячески ее рекомендую как драматурга. И здесь, наверное, я даже план наметил, потому что меня и на самой читке я вышел в жутко взбудораженном состоянии, Юлию Тупетину все вывалил. И сейчас в процессе обсуждения я тоже чувствую, что у меня тело как-то реагирует. Нет, потому что для меня это какая-то была важная штука, мне было 11 лет, но как-то так вот было, что там «Башня Близнецы» в меня очень сильно попадает просто случайно, то есть кусок твоей жизни и вот это тоже, то, что ты видел по телевизору. Но, в общем, возможно, поэтому я пытаюсь себе ответить на вопрос, почему я такой весь взбудораженный и неспокойный, что не свойственно обычно мне. Я поэтому, наверное, разделю Олю Казакова как драматурга и как режиссера. Простите, что я Олю сейчас одну выделяю, вопрос просто именно потому что я здесь пытаюсь поспорить сам с собой и с текстом и прочее, потому что когда я читал этот текст, раз пять или шесть его перечитал, ну, то есть он вызвал исключительно какой-то шквал у меня эмоций положительных, в смысле, как это все, о чем говорила и Гульнара, и как это все складно, как это все нежно, тонко, очень трепетно сделано, то есть по отношению, ну, потому что понятно, что это самая сложная, наверное, тропа, идти и говорить о трагедии, причем, относительно недавней, да, трагедии, вот, и, ну, мне это показалось так здорово, и я уже думаю, ну, ладно, не буду торопить события, думаю, дождусь читки, потом подбегу к Оле, значит, буду говорить о том, что, ну, мне самому хочется это сделать, как где-то, как-то, ну, то есть есть какие-то идеи, вот, ну, и вот, ну, и читка мне сработала как раз прямо противоположно, потому что я прожил какие-то три этапа разные на ней, первый для меня оказался идеальным, когда я слушал вот это чудесное, разложенное, деконструированное абсолютно, то есть пение, и когда я сам сидел и воссоздавал эту радию, которая абсолютно, опять же, мне знакома и близка и так далее, и когда я ее сам и не могу остановиться, то есть я ее сам создаю, я понимаю, что я пишу, и мне по-хорошему перестать это писать, но я, ну, как бы, вот рука не останавливается, я обязан дописать до конца, ну, обязан в смысле в больших кавычках, понятно, что, вот, и, ну, а потом что-то для меня началось абсолютно непонятное, я сейчас, ну, мы не, конечно, мы не говорим особенно о читке, на любимовке и все такое, как бы, но, вот, мне кажется, очень важно сказать об этом, именно о том, что для меня эта опасность как раз она реализовалась, вот, она реализовалась в то, что, и вот Юра говорит, что ты такой бездушный, ну, мне кажется, это не ты такой бездушный, ну, что, типа, когда, потому что я тоже перестал что-либо чувствовать на второй части, ну, я и так разделяю, типа, вторая часть, ну, в смысле, мы понимаем примерный доход перформанса, читки, когда начали перечислять имена, 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 ну, потому что, на мой взгляд, театр, ну, все-таки, это, ну, то есть мы воспринимаем, как театр, это как управление вниманием, то есть основная задача, да, режиссера, перформера, кого угодно, то есть так или иначе, мы здесь собираемся, опять же, про договор, про сговор, да, мы собрались здесь, чтобы, ну, как бы увидеть какое-то художественное произведение, и это может быть абсолютная скука, это может быть, ну, типа, молчание Всеволода Лисовского, где мы час сидим, и он управляет нашим вниманием за счет того, что мы молчим. Я имею в виду не к тому, что нужно всегда танцевать, там, пляски устраивать и прочее, прочее, но и здесь я начинаю за перечислением имен как раз терять, то есть мое внимание резко теряется, я тоже перестаю что-либо чувствовать, потому что, ну, вместе с этим я очень много чего чувствую из Соловецкого камня, да, то есть, но потому что там меня не приглашают в театр, там меня приглашают в, ну, изначально, да, то есть в абсолютно серьезное мероприятие, в смысле серьезное, опять же, сейчас говорю чуть шире, здесь мы тоже о серьезном говорим, но повторюсь, что для меня это не сработало, именно потому что, не просто не сработало, ну, да, сначала отключило, а вот потом в третью часть я вот для себя подчеркнул и произносил несколько слов, возможно, сейчас прозвучит оскорбительно, да, то есть по отношению к режиссеру, к режиссерам, но вот так вот я чувствую, ну, то есть я почувствовал спекулятивность, да, спекулятивность приема, когда, и когда перформеры выходят вот на авансцену, ну, условную авансцену, и звучит, ну, то есть и больше, и больше, то есть мы сегодня только спорили на этой картографии несогласия, простите, сейчас как Петр обычно, сильно увлекаюсь, но мне прям очень хочется это все сказать, мы спорили с утром с Таракановой солей про серьезность, иронию и так далее, конечно, здесь ирония вообще неуместна, хотя, опять же, я вспоминаю, здесь себе отметил фильм, документальный, точнее, монтажный фильм Саша Вартанова «Точка РФ», где идет история от Ельцина до посадки Серебренникова и так далее, и, ну, там идет нарезка всех новостей страшных, в том числе, как бы, и все-все-все-все, все, что мы пережили, Норд-Ост, Курск, там, и прочее, и это идет монтаж с эстрадными номерами, там, Дом-2, ой, не Дом-2, фабрика звезд и прочее, прочее, ну, и там даже местами какая-то улыбка проскативает, хотя, конечно, то есть, ты все больше погружаешься в пучину ужаса, ада и какого-то, и ты видишь взрывы, и Норд-Ост и прочее, вот, это не единственный, в смысле, прием, это я просто, опять же, говорю о том, что меня сильно начало прям возмущать, еще серьезнее говорим, Петр говорит про пафос, и меня как раз этот пафос придавил, мы еще серьезнее говорим о серьезном, а если вы не поняли, зрители, что мы о серьезном говорим, то мы еще раз скажем, что это серьезно, а потом вдогонку, в конце еще раз скажем, что это серьезно, чтобы вы точно ушли со сознанием серьезности. Я сидел, весь перформанс думал, как же выйти из этого, какой же будет выход, ну, и я уже настолько себя накрутил, что так и не смог, в общем-то, это самое, а потом еще это отсутствие обсуждения, меня вообще там скалашматило, потому что я оказался таким фрустрированным, типа, что давайте тогда говорить, мы же с вами равноправные, ну, то есть мы же давно поборолись, точнее, завоевались равноправие зрителя и художника, то есть давайте теперь общаться. Вот, ладно, это я все к чему. Про соловецкий камень я сказал, перечисление. Я пытаюсь как-то очень лаконично, но быстро, тезисно не сравнить, а показать на сравнении, просто примеры, почему меня это очень трогает у соловецкого камня, почему меня это совершенно не трогает, а потом еще более того возмущает внутри перформативного действия. То есть Юля говорит, что это как бы служба и так далее, а вот в том-то и дело, что для меня это не работает как служба, потому что, ну, абсолютно тупое Станиславское утверждение, скажу, что я вот не верю в этот момент перформерам. Почему-то, и это не то, что ошибка, не то, что перформеры врут мне, но вот почему-то это, ну, то есть мне, вот я вот все во вторую, а вот когда пели, я верил, очень сильно верил, говорю, я сам воссоздаю, и мне страшно, мне больно, мне внутри куча эмоций, вот, а вот то, что, что, я так и не понял, что перформеры проживают, что вот в этот момент, да, вот когда выходят особенно, вот это, и все такое трагичное. Простите, что я так с этим гвалтом критики обрушился, но повторюсь, что, возможно, это именно так у меня сейчас сработало, и именно потому, что для меня оказался очень ценен текст, я по принципу классического бутерброда вернусь к похвале, вот. Но это действительно, это невероятно ценный текст, это очень важное, мне кажется, произведение, и не только относительно трагедии, а относительно, вот, опять же, повторюсь, о чем Гульнара, да, говорила, языка, который очень мало кто может нащупать, язык, которым говорить о трагедии. И мне кажется, у тебя, как у драматурга, я повторюсь, это очень сильно получилось. И бог с ним, читки, это все, ну, это представление текста, и, ну, главное, что вот он будет вывешен на сайт, и мы сможем, особенно после вот этого, я тут на камеру наговорил, вот, смотрите, вот, может, это сделать для того, чтобы все, каждый скачал этот текст и ввел пароль редакта, и, правильно же я произношу, да? Да, значит, ударение редакта, и взорвал для себя вот этот текст, и открыл его, и прочитал. Текст его стоит, мы его сжали, как могли, чтобы он весил меньше, а не 250 мегабайт, как прислала Оля сначала, вот. И, да, пожалуйста, спасибо, что послушали. Да. Юра, спасибо, а можно я... Работает, работает? Работает, работает. Это снова вот как было там на читке, ага. Слышу, можно? Да? Да. А, Юра, отвечу тебе быстро. Да? Ага, вот. Тот самый микрофон. Я не слышу в том, что ты говоришь, критики. Я слышу реакцию, и она абсолютно нормальна, потому что ни я, ни Алина не режиссировали этот текст. Мы поставили его таким, какой он есть. Одно дело, что он очень отличается, когда ты его читаешь про себя, и когда ты его читаешь вслух. Когда я его сама одна, без перформеров, прочла, я очень удивилась. То есть я услышала неожиданно этот хор, честно признаюсь, я его не слышала до. Я не слышала там церкви. Хотя пока я писала этот текст, я делала крестный ход по улице Гурьянова до церкви и простояла службу. И все, что ты говоришь, это нормально. Просто так работает реально читка этого текста. Спектакль может сработать по-другому. Там можно найти акценты. Но я специально себя прям била по рукам. Ставь, как оно есть. Вот так оно написано. Единственное, что мы изменили, так или иначе, как бы режиссерское прочтение, это автовербатим, где возникает пробел, пробел, пробел. Но для меня оно работает. В моей голове оно не должно читаться, как текст. Я там, мне приснился ОМОН, разгвардейцы. Оно как сон, оно меня проваливает, возвращает, проваливает и возвращает. Погибших я не представляю, как в читке можно сделать по-другому, честно говоря. Я не представляю, как можно прочесть иначе, именно в читке, не в спектакле. Потому что текст написан так. Более того, я сделала плохую вещь, но я ее себе... Мой внутренний драматург разрешил режиссеру это сделать, я порезала этот текст. То есть те, кто подходил к пьесе, наверняка видели, что текст больше. Я порезала смерть, потому что я понимала, что все умрут здесь. Ну, реально, всех будем выносить и вызывать скорую помощь. Потому что я об этом думала еще на уровне, когда я его писала, поэтому режиссер разрешил драматургой это сделать или наоборот. Вот. Не вижу, просто не вижу, как можно сделать по-другому в читке, потому что так они звучат. Можно сделать хуже, можно довести до слез. То есть когда я читаю сама, читала его одна, я не смогла прочесть его весь, я рыдала на первой странице уже. Поэтому мы отстранили перформеров. Может быть, слишком отстранили, но и бог бы с ним. Я не хочу, чтобы у меня вышли мертвые перформеры, как и мертвые зрители. Пусть лучше отрицание, чем ужас, из которого человек не знает, как выйти. Пусть фрустрация, это лучше. Пусть злость, пусть отрицание, как реакция на теракт, взрыв и так далее, чем ощущение, чем ощущение «я не знаю, как дальше жить». Да? Поэтому, если у тебя есть варианты, мы можем их обсудить, как могли бы звучать эти погибшие. Мне, правда, это безумно интересно, потому что я не знаю, как можно было бы сделать читки по-другому. Потому что он и так был порезан. И мне грустно, правда, в этом моменте, что реально, ну, мне ужасно грустно, что не звучал второй микрофон. Для меня прям это капец плохая история, потому что громче должны были быть слышны отдельные истории. Каждые эти люди, а не вот эти три куска, да, из таблицы. Должны были звучать люди, и я чувствую себя очень печально, потому что вся пьеса была для этого. Для этого Соловецкого камня. И сегодня он не прозвучал до конца, и поэтому завтра я отправлюсь на улицу Гурьянова, потому что завтра 9 сентября. И, ну, мне этого не хватило. И я считаю, что вот этот кусок плохой для меня именно из микрофона. И, ну, в общем, оно не случилось для меня, и мне очень жаль. Вот. А как можно было поставить по-другому, не знаю. Вот. Но я к тому, что я не слышу критики в твоих словах, то есть ты так переживаешь, что злишься, а мне кажется, это круто, что ты злишься, и много каких-то здесь эмоций возникает. Это нормально. Просто он действительно очень по-разному работает, когда вслух читаешь, и когда читаешь про себя. Вот с чем я сама столкнулась, и очень этому удивилась. Вот. Еще желающие? Да, конечно, сейчас, секунду, я подойду. Я не умею говорить микрофон, но я попробую. Для меня как раз эта часть стала неожиданной частью, потому что я просто хотела сказать свое мнение тоже в защиту этой части. Вообще, я считаю, что это спектакль, конечно, и он получился такой многоярусный, потому что вначале я не знала, на что я иду вообще, темы, и ничего не знала. Мне так нравится воспринимать. И потом ты слушаешь, тебя вводят в какое-то состояние, и вот когда уже зрители стали ходить и открыли вот эту папку, и ты видишь все эти имена, ты читаешь эти истории, ты понимаешь, что ты ощущаешь больше себя на молебне. И потом, когда перформеры начали зачитывать это, меня тоже отрезало вдруг от эмоций, от эмоциональной части. Но здесь появились очень крутые паузы. Когда вот этот ритм вдруг замолкал, они оглушали тебя. И вот эти паузы абсолютно поднимали на новый уровень вот эту читку, я считаю. И дальше продолжались, 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 продолжались эти истории, и опять пауза. И ты опять сталкиваешься как бы с этими именами. Это натолкнуло меня на воспоминания о том, как были всегда опубликованы вот эти имена в газетах. Это был какой-то бесконечный список, да? И вот этот список, он и звучал. И вот с этими паузами, что ты мог вспомнить, подумать и оглушиться вдруг. И очень здорово. Но у меня в целом было потом ощущение, что меня ударили обухом каким-то по башке. И, как сказала Вера, одна из участниц, что у меня было ощущение, что мы отпели их. И, по-моему, без зачитывания вот такого даже, может быть, тупого немножко этих имен, не было бы полного впечатления вот такого отпевания. Спасибо большое всем. Спасибо. Да. Ксения, возьмите микрофон. А я не видел, да, извините. Никита. Я Артем. Sorry, я немножко заинтересован здесь лицо. Я один из первых, кто, наверное, прочел эту пьесу. И вообще сегодня я был на свете и видел, как ребята репетировали. Я видел полтора прогона. Поэтому, безусловно, у меня подключение было немножко не как у всех, да, потому что я не был на сцене. У меня, наверное, было какое-то третье восприятие. Но я хочу сказать не про, наверное, вот даже текст, а про то, как... Я вот видел, как ребята работают между собой. И, честно, я до сих пор не понимаю, как можно было сделать такой спектакль, крутой, действительно, спектакль за, там, 3-4 дня. Я чувствую, как перформеры друг друга чувствуют. И вот здесь отдельно хочу, наверное, отметить работу режиссеров, как они круто смогли ну вот собрать ребят так, чтобы они смогли текст прожить вот здесь сегодня. Вот, просто спасибо. То есть ничего больше. Спасибо, ребята. Да, я как раз хотела сказать отдельное спасибо нашим перформерам и Алине, которая и режиссер, и композитор. И, вы знаете, я абсолютно не верю в горизонталь. Абсолютно не верю, потому что я 14 лет работаю в театре, и мне кажется, что это все какая-то херь, честно говоря. И этика, и так далее. Я тут абсолютно не панк. Да? Но у нас эта горизонталь как-то случилась, и не было каких-то жестких режиссерских... Да что ж такое-то? Ёб твою мать. Оля. Возьми, возьми, Оля. Эти микрофоны меня сегодня очень раздражают. Простите, это триггер мой сегодня. И эта горизонталь удивительно случилась, потому что мы все что-то обсуждали. То есть нельзя сказать, что что-то из этого сделала Алина, что-то из этого... Нет, безусловно, нет. Я могу сказать. Алина сделала певческую часть. Алина прекрасно работала с хором. Но что-то где-то жестко продавливала я, Алина или пеформера, такого не было. Мы действительно слились в один организм. Я не знаю, как вообще все это возможно за три-четыре дня, правда. И у меня какая-то невероятная благодарность к артистам и Алине, что они как-то так взяли и мне доверились. Не знаю вообще с чего, потому что, когда я им отправляла текст в чат, я была уверена, что мне все откажут. Потому что... Ну, это тяжелый текст. Он, правда, сложный. И у меня у самой были конфликты у драматурга с режиссером и наоборот внутренним. Это очень тяжело. И почему-то они мне доверились все. Почему-то все приходили на репетиции, репетировали по 6-8 часов. Я не знаю, почему, но это случилось. И я очень-очень-очень-очень вам всем благодарна за это. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ